Так, и доброго времени суток, товарищи! С вами товарищ Прэм и четвёртый выпуск, выпуск Carmechanic Simulator 2018. Я уже третий раз сначала записываю, потому что я не понимаю, как работает RTX Voice. Он портит максимально звук, и он в начале видео испортил звук. И я говорил о том, что у меня будет вырезан момент, и начнётся всё в сарае. Вот так вот. Так что приятного вам просмотра, товарищи! Отдельно он ничего отсюда мне не даст. Я понял. Давай хоть что-то заберём. Хотя смысл мне что-то забирать отсюда. Диск Modern, вылет диска. Дроссель, Пагани, Хохайра. Интересно. Так, сафир. Фары, фары. Так, это двери какие-то. Приправа сзади. Вентилятор радиатора. О! Ящик я бы забрал. Ящик мы забрали. Впускной коллектор. 16 М130. М-м-м. Охрен его знает. Кроме ящика, в принципе, ничего не охота забирать. Смысл. Смысл. Ну, короче, если я хочу какую-то машину забрать в сарай, мне как минимум двадцатка нужна. Почему минимум? Потому что, ну, с запасом, по крайней мере. Это ещё машина в более-менее, кажется, хорошем состоянии. Я бы сказал. В хорошем состоянии. Ну, тут хрена отсканируют всё так. Но всё же. Ну-ка, а сзади что у него тут, интересно, есть? Ни хрена. Просто большой багажник. Большой багажник и большой двигатель. Так, это всё? Ну, тогда я закончил. Так, вернуться в гараж. 200 долларов за ящик хочет. Купить детали. Всё. В принципе. Взяли только кейс. Так, я ещё не изучил, не изучил, как у нас опыт получается. Без разницы вообще, как ли, есть разница, как. Ладно. Ну чё, развалюха, посмотрим тебя, что ли? Так, наконечник рулевой тяги, рулевая тяга, стойка переднего стабилизатора B, рулевая рейка. Это всё у нас спереди происходит. Можно сразу его поднять максимально вверх, чтобы не затрачивать на это время. И снимаем колёсики его. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Блин, а колёсики, наверное, можно было даже не снимать. Сцепить стойки стабилизатора. Раз. Два. Наконечники рулевые. Вижу. Так вот. Эй, не туда. Наверное, колёса, в принципе, можно не снимать, когда я залезаю в такие места. Нет, всё-таки колесо мешает. Будем снимать тогда. Будем снимать. Так, минус колесо. Наконечник рулевой. Так, рулевая тяга. И саму рулевую рейку. Вроде бы всё, да? Получается, что мы имеем. Так, две стойки стабилизатора, что ли? Так, давай-ка изучим, что у нас по допускам. 46% допуск у нас износа. То есть, нам нужен тогда один рулевой наконечник, одна рулевая тяга и... Второй стабилизатор он снял её. Сканируй. Эй, не то. Вот это вот. Он как будто целый. Не так ли? Он целый. Ну ладно. Его не будем снимать тогда. Так, 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 так. Главный магазин. Нет, нет, нет. Подвеска. Так, рулевая тяга. Рулевая тяга. Кстати, рулевую рейку чётки чекнула. Скорее всего, её тоже на замену надо будет. Давай рулевую рейку. Хотя нет, погоди. Синик-то у неё хороший. Точно рейку меняем? Точно. Рулевая рейка. Рулевая тяга. Один стабилизатор B. И один рулевой наконечник, который я вообще не наблюдаю. А, наблюдаю. Всё, отлично. Можем собирать всё это дело. Так, 12, 12. Ну давай продать детали. Есть. Отлично. Монтаж, пожалуйста. Рулевая рейка есть. Рулевая тяга есть. Так, тут мы стаб не снимали. Рулевой наконечник есть. И колесо. Есть. Отлично. Переходим на ту сторону. Рулевая тяга. Рулевый наконечник. Ага. Погоди, с колесом. Стабилизатор, пожалуйста. Раз, два. Отлично. И шина сликовая. Всё. Готово. Завершить. Отлично. Так, ну давай. Подъезжай, что ли. На подъёмник. И сразу примем ещё одну машинку. Так. Порш. Ауди. Чё у меня не было? О, Мустанг давай. Форд Мустанг, я бы сказал, одна из таких машин, о которой я мечтаю. И она ещё в хорошем состоянии приехала. Ни хрена себе. Первая нержавая машина за всю игру. Неплохо, неплохо. Так. Думай, 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 чё я хотел ещё сделать. Я проверить хотел. Чё там по навыкам нам доступно. Угу. Один навык нам доступен. Давай стоимость улучшения. Так, 5% скидка магазинов. Разблокировать улучшение. Ага. Есть. Ну, короче, я буду блокировать по мере открывания всего. Я всё буду открывать. Зачем? Спросить. Затем, что это всё равно всё надо. Так, стремянка лесовой рессоры, подкладка лесовой рессоры. Угу, это нам назад, значит, надо. До конца поднимайся, пожалуйста. Это у нас Мазерати. Я вижу. Прикольно. Так, а нахрен я колесо снял? Ладно. Колесо можно было не снимать. Но мне так удобнее. Так, переходим вот сюда. Да, колесо вообще можно было не снимать. Хе-хе-хе-хе. Ну ладно, всё, больше и больше начинаю узнавать об этой игре, что можно делать, а что нельзя делать. Так, ну давай сразу колесо установим. Смысл тогда его держать у меня в кармане. Отлично. Так. Что там у нас? Какие допуски я забыл опять? 50%. Так. Одну. Одну. Блин, всё, можно было вообще не снимать. Так, одну стремянку, одну подкладку. Подвеска. Так, одна подкладка. Стремянка, наверное, сверху у нас осталась. Не так ли? Не так. Одна стремянка. Есть. Так, можно вот так делать. И вот так. Это всё сразу уйдёт. И нам не надо лишний раз перебирать всё это. Монтаж, пожалуйста. Ага. Ага. Закручиваем всё это дело. Отлично. Так. Так. Сюда нам. Так. Можно переместиться, пожалуйста? Спасибо. Раз. И два. Всё. Мазерати у нас довольно легко выезжает. Всего лишь 25 долларов. ё-моё чё так дешево ума и мне уже страшно я увидел куда скорее всего надо будет лезть так ну душ челленджер ты чё у нас mercedes benz с тормозами подвеска обслужить скорее всего дает дождь пусть будет вот тоже хороший тоже красивый появилась мы сегодня так появился так цепь цепь колодка натяжитель ремня колодка натяжитель грм шкип единого насоса цепь грм так доступ сверху там надо будет да еще так ни хрена не вижу я так чтобы ремень снять нам нужно натяжитель ремня снять вижу дальше приводной ремень грм натяжной ролик есть минус ремень откручиваем шкив откручиваем водяной насос и цепи у нас скорее всего ты серьезно все это снимать надо будет даже голову где не голову крышку надо будет снимать жопа чё сказать так еще раз чтобы снять крышку нам нужно снять вот это чтобы снять это чё мешает ему снять это вот эта штучка что ли накладка у нас же катушки зажигания еще тут имеются е-мое вот теперь все снимается интересно еще откручивание можно как-то ускорить так вот сюда нам вот это вот и 1 и 2 и 3 и еще одна катушечка пошла крышка головки блок цилиндров тоже мы снимаем двигатель в 8 я вижу неплохой неплохой так теперь мы можем снять крышку грм всего на четырех болтах держится ни хрена себе так натяжитель еще натяжитель цепь пожалуйста и вторая цепь пожалуйста это все сканируем оу а тут что у нас и тут тоже ни хрена так понял а нет не не колесу надо пец удобно так вот даже крутить ничего не надо просто снимается лично так допуски у него 92 процента требовательный клиент попался довольно так чё у нас тут какие у него в 8g а тут у нас чё в 8м 119 нет такое не подойдет сюда нам бы склад пора открывать как-нибудь как-нибудь склад открывать до склада у нас еще далеко я вижу и у нас кстати появилось еще одно очко между прочим передвижение быстрее все одну ветку мы полностью прокачали второго уровня второго уровня же получается третьего даже уровня четвертый уровень у нас открыл расширил гараж и диагностический стенд открыл теперь пятый весь надо заполнить нам так ладно еще раз список цепь 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 двигатель 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 на цепь на 2 введем к цепь большими буквами пойдет V8L V8L надо искать нам цепочку V8L вижу цепь V8L одна штука одна штука покажу две штуки и цепь ГРМ V8L вот она тоже две штуки отлично их можем мы сразу же установить установить значит вот это раз ага вот это два ага вот это вот мы сюда закидываем отлично это сюда же так теперь другие цепи сюда и сюда отлично с цепями мы решили вопрос с цепями мы решили теперь колодка натяжителя цепи ГРМ V8L так они все B колодка натяжителя цепи ГРМ просто называется по по V8G искать V8G колодка натяжителя цепи V8G два штука есть монтаж пожалуйста вот закидывай раз и два и бумба есть и это сюда же раз два заебумба и сразу же можем закрывать нашу крышку классно замечательно опупительно опупительно вот это слово я придумал ё-маю так 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 у нас водяной насос и водяной насос V8 V8 водяной насос V8 не вижу вижу одну штуку и шкив отлично шкив водяного насоса тоже есть отлично так давайте крышки сразу закинем с крышками у нас больше ничего не связано катушки теперь можно закинуть хорошие катушки классные катушки так вот и на другую сторону также пожалуйста я накладку не закинул ладно это недолго это недолго я не попадаю катушка 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 и катушка не ну на самом деле первый раз у нас более трудно с этим разбираться где цепи находятся и я не смотрел что где надо снимать и снимал просто все подряд не делайте так ибо если есть инструкция пользуйтесь инструкцией если нет инструкции что поделать методом проб и ошибок только тогда все снимаете так натяжной ролик мы закидываем угу так теперь по ремням что у нас все целое ремень целый натяжной ролик целый у нас что-то было еще натяжителя ремня вот натяжителя ремня просто натяжителя ремня называется так что ли на нг натяжитель натяжитель а их всего два вида отлично монтаж так натяжитель пока мы не можем поставить но мы можем закинуть ремни и это хорошо а а а промахиваюсь а а а а и все и это все завершить о довольно прибыльно круто тебя на подъемник и что там интересно у нас так у этого выхлоп да с выхлопа поработаем автомобиль шумит круто все все маскл кары какие-то чистые интересно так детали продать все что меньше давай 25 и не 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 так не так 25 я сказал ну 24 даже пусть будет а тут 26 у нас есть еще и нет не вижу сколько ладно продаем продаем так нифига себе у меня ящик уже тут так что у тебя масляный фильтр воздушный фильтр топливный фильтр угу так масляный фильтр это топливный фильтр тебе фильтр только поменять масло масло не надо менять что ли а ты жесткий так поднимай поднимай его у него масляный фильтр где то должен быть. а вот он так топливный фильтр у него обычный да стоят как я заметил да давай W8 так 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 надо было фильтр ввести а не v8 е мое отлично фильтр так и не прямо все понимаю так в 8 есть и топливный топливный опять пропустил похода топливный топливный или он ниже находится он ниже отлично то есть чел попросил заменить ему топливный фильтр но не надо менять масло масло о то есть имею ввиду если короче вы меняете масло фильтр масляной то вам нужно заменить и масло но чел просит заменить только фильтр и это очень странно обычно меняют только масло фильтр иногда оставляют но тут что-то наоборот так куда я побежал а где патрубок что то есть вот эти части должны как бы соединяться гофрой но ладно он разработчик он так видит я как понимаю разработчики просто решили все лишнее убрать отсюда что нам могло бы мозолить глаза и мешать то есть проводку всякие трубки 8 ух вк блять название конечно так в 8 не пишу в 8 ох ох вк вот он все эта машинка у нас тоже быстренько закончена закидываем и скобы при можно было скобы снять одним движением намного легче ну и быстрее естественно все забирай свою красавицу она готова чуть мало так перемещайся потом посмотрю что у тебя там так интересные машины поймут из машины не доводит заменить масло в двигателе и масляный фильтр так заменить детали газораспределения механизма слышно постукинг из камеры двигателя не заводится глаза нуждаются в ремонте давай вот это что ли машинку примем сюда интересно довольно не посмотреть да чел из деревни походу приехал со свалки со свалки не с деревни так ладно чё у тебя там автомобиль шумит ну дело вроде бы в выхлопе в основном у него не хер его знает как ему помочь в данном случае так тут ничего не появилось так давай сканирование ахаха ни хрена непонятно а может даже вот здесь у нас все ага все белое вдвойне непонятно давайте переместим когда на стенд я хрен его знает поможет ли это начать диагностику ну салончик такой прикольный большой так тормоза хорошего него тормоза прям классно передняя подвеска чё скажет тоже все хорошо задняя подвеска чё скажет так и какой смысл я проводил все это мне даже за это не заплатят я мое 5 автомобиль шумит а как я должен понять что там шумит у него изначально дело в выхлопе якобы блин а как проверить я не понимаю что завершить что ли деталь не найденный автомобиль шумит одна деталька какая-то там но тем не менее там было отмечено что-то с выхлопом выхлопная система выглядит вроде бы хорошо на первый взгляд выглядит все нормально так сканер можно отключить вижу 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 все опускай пожалуйста у него впуск прогнил ё-моё так а впуск у него с двух сторон да один впуск у него нормальный а другой у него ненормальный 1 и 2 и 3 и 4 все нашел пришлось глазами изучать обыскной коллектор 8 ухвк а погоди а без разницы левый правый похоже что да погоди а как без разницы они же все разные так надо очистить сразу все 24 процента да максимально 26 все монтаж пожалуйста вот так вот все закончили спасибо кому спасибо мне все забирай свою малышку так пикапчик пикапчик шестерня распредвала давай как обычно туда же и заезжать будет сегодня у нас mazda rx3 тоже с выхлопом чё-то bonzor чё-то хрень какая-то вау mazda rata фамблит шумит вот mazda rata я принять рад в своем гараже ни хрена себе вау выхлоп ухана конечно я вижу дверь как открывается вверх ебой подстаканники подстаканники в сиденье что ха-ха-ха-ха или это типа встроенный туалет чтобы можно было под себя сразу ходить охренеть до чего технологии дошли ну-ка двигатель какой у него эй а а ну все верно ну конечно это не двигатель тут у нас только радиатор капец у него даже этого нету весь из карбона состоит охренеть капец все карбоновое настолько он легкий ну-ка двигателю покажешь мне ну покажи двигатель ё-моё как тебе открыть не открывается падла ладно поднимайся ёпт чё-то появилось но ничего не появилось так еще раз список шестерня распредвала цепь грм водяной насос шкиф водяного насоса опять с водяного насоса мы начинаем а где он шкиф водяного понял ёпт тут чё-то всё очень притык стоит так вот так 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 ну-ка сканируй ни хрена не вижу а то непонятно шкиф коленвала и доступ снизу так шестерня распредвала цепь грм блин опять что ли гену надо снимать опять нам да что еще мешает насос гидроусилителя что еще мешает натяжной ролик и масляный фильтр доступ снизу падла эй ты где ты здесь отлично все доступ с мотором от старым мотором отсека охренеть ради одного фильтра поднимался машину лучше так руками открутил так крышка грм раз два три четыре пять шесть 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 так шестерня распредвала цепь грм минус шестерня распредвала минус распредвал мы не трогаем по итогу что у нас цепь шесть шесть распредвала в 10 а в 10 а в 10 а короче так на английском в 10 а еще у нас тут в 10 а шестерня распредвала и цепь грм это дело можно начать потихоньку монти монтажировать монтажировать так вот вот так вот крышка конечно тут огромная раз два три четыре пять шесть семь реально семь болтов так натяжной ролик он цел так насос гидроусилителя тоже целый мы его крутим обратно дальше натяжной ролик тоже так вот водяной насос у нас что-то в 10 а в 10 а штиф водяного и сам водяной водяной ты где я тебя не вижу водяной так вот так вот так вот так вот монтаж пожалуйста так водяной насос закидываем раз два шесть болтов принять да столько так шкив коленвала есть не вижу шкив подернул насоса есть что там дальше ни хрена не вижу а генератор раз и два отлично ремень привода и натяжной ролик вроде бы все да масляный фильтр лет масло 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 фильтр про него я вообще забыл да еб где он вот он закидываем все забирай свою машину заебал отлично вах какой красавец так машина шумит мы видели что там выхлоп выхлопу она боль жив виллис необходимо смотреть когда вы заменить поведен деталь слышно стук подвески давай виллис вах какой он старый и грязный и ржавый жестко так поднимайся наверное на погане мы сегодня завершим реально в такой шикарной машине я рад говорится задняя часть выхлопной системы хуэра темпаста что так только задняя часть воу так что нам мешает не понимаю а доступ с мотором в смысле со стороны я со стороны моторного отсека и так гост с ароматом отсека не понимаю может типа снизу хрень какая-то ёпт не понимаю какого члена так а чё мешать тебе сканировать ну демонтаж досу со стороны мотором мотор отсек мотор отсек это бред какой-то просто не не понимаю не понимаю не понимаю почему нет нет не понимаю почему блять простая задача снять выхлоп ебучий почему я не могу снять его сеть какой-то ну что мы заднем бампер еще снять пластинами уже нет ой херня какая-то кстати внешний вид довольно интересно изменился у него так со стороны моторного отсека моторный отсек вот может либо внутрь сесть что тебе еще надо алё моторный отсек вот у тебя доступ со стороны моторного отсека сука может доступ мотору мотором отсек у нас снизу все таки нет тоже херня какая-то не понимаю масляный поддон не ну если начну сейчас с самого начала снимать это вообще же бред нам же никто не говорит не показывает точнее что нам что-то мешает а ну хотя если сюда залезть тоже непонятно так а может переместить машину износить к линии давай тебя туда пока что от тебя на подъемник сюда поставим машину может быть ему вниз просто надо так нет непонятно так переместить площадка а что ты вообще ни хера не понимаю доступ со стороны моторного отсека где моторнотек то у него алё спущен фильтр в клопная система я где-то ошибаюсь или чё в смысле блять ебучая в погане ты блять с враглером быстрее разберусь чем с тобой хер с тобой давай пока те соберем хотя бы это бред какой-то просто я не понимаю так ты чё у него список есть какой-то деталь не найдена тогда тебя надо на диагностическую линию эй не то так переместить вон туда тебя так и вторую дверь откроем чуть мы широкие какие-то стали кажется начать диагностику да заводись давай уже тормоза слава богу что есть я вижу допусок как понимаю где-то 43 процента так передняя правая сторона что-то у нас шумит хорошо передняя правая часть и задняя левая ну все проверка завершена обратно подъемник давай ты распроверка завершена что-то у нас доступно из нового ни хрена недоступно так поднимайся давай перед левая и зад право нет зад лево лево так если машина сверху да вот эта часть должна быть у нас вижу снимаем это опять же скорее всего можно было не снимать амортизатор амортизатор минус и отсюда не видно да давай поднимем еще так не на эту сторону на эту надо так вот есть так чё тут у нас амортизатор наконечник сюда так демонтаж пожалуйста и не туда амортизатор так блин этап тоже надо будет снимать капец 1 2 1 2 походу я запутался уже так чё там по допускам у тебя 34 процента допуск то есть по сути детальки твои должны быть оранжевого цвета так минус и с этой стороны тоже минус алимблок и сама рессор минус отлично так вот в чем особенность хорошая особенность старых машин так в том что они простые ты легко их можешь обслужить а вот с современными машинами почему то не так так это я уже узнал потому что я блять не знаю где где блять у погани зонды точнее хидры находится ебучий отсек моторный так где у нас еще была вот эта штучка есть так что нам надо ёпта мы еще просто не продали рулевой наконечник две штуки так подкладка листовой рессоры две штуки листовая рессора одна штука два амортизатора б и стремянка листовой рессоры одна штука два амортизатора б есть далее листовая рессора одна штука рулевой наконечник две штуки я кстати стабилизатора не посмотрел целые они вообще там нет это вроде они светились же значит целые если они вообще присутствуют там так этих тоже две штуки и стремянка одна штука а сайленблок малый там вроде бы одна штука я уж угадал сайленблок малый сайленблок малый все отлично все монтаж давай амортизатор передний б а я что купил задний б ёпп а задний то у тебя целый хоть ну одну то штуку мы установим это круто второй то пойдет блять не круто проебался я к сожалению отлично тут мы решили так у нас тут не хватает два передних амортизатора б так амортизатор двухчажный амортизатор передний амортизатор б 2 штуки теперь мы ставим эти амортизаторы б так нет не то режим монтажа они сверху никак не закручиваются они просто вставляются что ли почему только одно соединение у них присутствует вот что интересно просто даже у наших у наших простых машин они соединяются в дохрен в дохренален местах а тут прям только в двух местах ооо это же в одном бомб ладно так тут мы установили вот эту штучку мы там кстати эту штучку не установили а да ладно это недолго сделать так одну наверно старинку поставим мы сюда рулевой наконечник есть и кулесо раз два три четыре пять есть так мы где-то проебались как будто бы да нет да мы где-то проебались а почему я ж две же купил подкладка есть а вот стремянки нам еще две штуки не хватает есть монтаж так это есть не попадаю попадай пожалуйста раз два есть раз и два есть все готово готово а еще целим блоки не закинул туда е-мое целим блок есть и поводу попаду целим блок тоже есть так сканируем вроде бы все так не найден найден другом детали ёпт полуось переднего ведущего моста полуось чего какая к черту полуось я все собрал уже мать твою что столько всего то у него оказывается так ё-моё я думал сегодня побыстрее буду все это снимать но в брен там был давайте с виллисом хоть закончим до конца вообще изначально я на гидре хотел заканчивать но что-то мне не то не то не то не дало это сделать так полуось полуось переднего ведущего моста г подвеска полуось видите я вижу полуось переднего ведущего моста есть есть вставляем довольно легко они снимаются я заметил и это круто так есть барабан и кулесо есть так тут мы все заменили а вот тут что-то у нас еще осталось давай сзади чекать тогда что у нас осталось я предполагаю угу можно проверить диагностики линии нет я не хочу проверять я хочу демонтировать я же вижу так вот нет не туда но вот сюда вот так вот и на эту сторону еще чекаем ну вроде более-менее все целое так что у нас там соленблок малый соленблок малый допуски какие у тебя там были 34 процента 34 процента 37 значит мы один соленблок мало меняем монтаж ах ах да есть так точный допуск 34 да все есть так 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 что у него там необходимо смотреть ходовой и заменить поврежденные детали ходовая ходовая я подозреваю что скорее всего полуоси а и куда полуоси ну чё то как будто бы нет стремянки мы тут более чем заменили так а может все таки вот эти штучки нам мозги делают проверка проверим к их вроде бы списку нас был там 41 41 все же нормальный капец сейчас снимал вот вот какой хер мы на диагностическую линию все ставили если наш мастер ни хрена не записывает типа ну ты проверил ну запиши а кстати у стабилизаторов нет что интересно так ну я ничего больше не вижу в принципе тормоза тормоза что кстати может быть о я запутался опять мы были на диагностической линии тут какая-то история есть нету список не то не найдет а не найдены так давай-ка продадим все лишнее так 10 13 10 10 10 10 ну до 20 по 30 процентов 30 вот так вот 29 пусть будет лично так ну я не понимаю я запутался хотя нет погоди есть у меня предположение что рулевая рейка опять колеса с ним погоди а зачем их снимать не надо снимать рулевому конечному мешать блять опять я уже третий раз их снимаю как так то рулевой рулевая тяга кулесо 1 2 3 4 5 так что у нас там также с рулевой тягой так вот это вот и вот это вот смотрим ну да рулевая рейка рулевая рейка так кулаки относятся сюда относятся кстати они тоже могут быть в хреновом состоянии а а 42 42 нормально так то что у нас норм как будто бы да так так вот эта часть передний поворотный кулак мне что то не нравится тут что тут как будто более менее целый давай вот здесь переберем что то мне не нравится поворотный кулак какой то стремного барабан барабан тормозной щит и поворотный кулак что ему мешает кольцо мешает а а ну да кольцо переднего поворотного кулака и передний поворотный кулак е передний поворотный кулак е есть и кольцо его где у нас кольцо я чуть не вижу может выше она осталась вот она отлично да пришлось блять повозиться поворотный а а так потом колечко пожалуйста есть так тормозной щит опять полуось закинули блять и так погоди куда тормозные колодки тормозной барабан так рулевой наконечник а есть колесико нет ну врангер тоже интересно блять получился я думаю его на 5 минут хватит ну грубо говоря на 5 минут и хватило но я думал ожидал быстрее короче говоря а не даже 5 минут вот так наконечко рулевой тяги есть и колесо фу закончил все забирай его в смысле что не так я что не поставил что ли эй давай придется гуглить короче мне мне хрен его знает где тут доступ к мотору так что у нас о это чё хе пойму смбарач двигатель издать странные звуки давай блять двигатель издать странные звуки мы разберемся со всеми странными звуками хотя твоя машина сама по себе выглядит как странный звук так нас пока не мы ни хрена не разобрались таки не знаю короче не знаю вот так вот сделаем и все ну шо спасибо вам за просмотр товарищи подписывайтесь на канал подписывайтесь подписывайтесь на все что там есть ссылки будут в описании и увидимся в следующем видеоролике до скорой всем встречи товарищи м 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